Субтитры создавал DimaTorzok Я рад сказать, что уже 40 лет я наслаждаюсь хождением с Богом. Дух Святой ведет меня. Я учусь всю жизнь и постоянно прохожу что-то новое. Конечно, такая жизнь имеет свои требования. Нужно быть терпеливым. Иногда приходится переучиваться, менять привычки, складывающиеся годами. Прислушиваться и выбирать между своими желаниями и волей Божией. Если вы так же согласны доверять идти за Богом, идти не зная и не видя заранее пути, идти в послушании и смирении, и прежде всего жить в завете с Богом, тогда это про вас. Все. Водимые Духом Божьим. Суть Сыны Божьей. Мы в завете с Богом Отцом, которого мы любим. Он ведет нас к вере и зрелости посредством Своего обучения. Мы тоже принимаем участие в этом обучении. Эта учеба одновременно чудесная и трудная. Но вернемся к нашей теме. Я задам еще вопрос. Приняли ли вы Христа как своего Господа и Спасителя? Вы приняли спасение по вере? Если да, то вы взоветесь с Ним, вы принадлежите Ему. В послании к римлянам 8 главе, чуть далее в 16 стихе мы читаем. Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. В Духе мы имеем подтверждение, что принадлежим Богу, что мы Его дети, и что у нас есть жительство на небесах. И даже будущее наше уже приготовлено. Там же в 8 главе говорится, «Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим вас». У нас есть надежда на воскресение нашего тела, на искупление нашей души и духа. Вечная жизнь гарантирована каждому из нас драгоценной жертвой Иисуса Христа. Это краткое резюме Благой Вести. Все эти истины можно найти в Божьем Слове, конкретно в Евангелиях и посланиях Павла. В нас заложена жажда знать Бога, жажда по Его Духу. Как говорит Павел, совершенство в познании Бога. Это была его основная цель. Он пишет об этом в послании к филиппицам в 3 главе. «Как высоко мы оценим самого Бога? Насколько мы оценим личные отношения с Ним?» Позвольте мне сказать кое-что. Этому часто слышим в проповедях в разных церквях. Говорится, что не личных отношений с Богом надо искать, не стремиться быть с Ним, быть преображенным в образ Его, а оно наискается Его силой власти. Силой и настойчивость преподносятся как средство для роста и вознесения человека. Стихи просто вырываются из контекста, и люди ищут дел Божьих, Его движения, Его силы и чудес. Хоть это все, конечно, является частью Библии, но я настаиваю, чтобы все было в равновесии в нашей жизни. Мы должны верить, и мы можем переживать все эти сверхъестественные вещи, но давайте не будем пересекать эту опасную красную линию, лежащую между тем, чтобы служить Богу, и тем, чтобы использовать Его, например, для саморекламы. Чтобы стать с кем-то, мы в первую очередь инструменты в Его руках. Иногда мы страдаем от сильного давления, неблагоприятных условий, требований, встречаем непреодолимые препятствия. И нам хочется, чтобы сила Божия явилась и все разрешила в нашем сложном мире. Вместо того, чтобы обратиться к Святому Духу и попросить Его направить нас, мы хотим Его использовать, приказывать Ему и даже самим им управлять, и в итоге иметь власть со всеми вытекающими последствиями. Результаты бывают весьма неутешительные, плотские и даже скандальные. Но я хотел бы вернуться к этому тексту. Тут сказано, все вводим мы Духом Божьим суть Сыны Божьим. Так получается, что мы находимся в процессе обучения? Это не устраняет необходимости жить силой Бога. Мы еще ищем и жаждем Его силы. Но Господь помещает нас в свою школу, где мы учимся всю жизнь. Например, мы учимся слышать и различать, где Божья воля, а где наша воля и наши желания. Божья воля можно узнать, если внимательно читать Слово Божие. Там, в Божьем Слове, выражена вся воля Бога, которая необходима нам. Воля благая, угодная и совершенная. Давайте учиться слышать голос Бога. Я могу дать вам несколько примеров. Однажды мы с супругой получили слово «Вот путь, идите по нему». Знаете, это было, как когда вы слышите в своем духе, в своем разуме, тихий голос, говорящий «Вот правильный путь, иди по этому пути». Эти слова взяты из Библии, из книги Исаи, это 30-я глава. В тот период нашей жизни мы как раз нуждались в правильном направлении. И когда прозвучал этот голос, указывающий нам путь, у нас появилось больше возможностей для служения там, где мы находились. А потом, чуть позже, пришло приглашение ехать в другое место. И мы поняли, что это была Божья воля. Важно уметь слушать голос Бога. Я помню еще один случай из нашей жизни. Мы вернулись из отпуска и стали слушать сообщения на автоответчике. Мы получили приглашение от человека, с которым мы лично знакомы не были. В этот момент моя супруга услышала слово от Бога, что наступает момент, когда в нашей жизни произойдут большие изменения. И так оно и произошло. Одно событие повлекло за собой другое, потом еще и еще. Ну, я не буду рассказывать всю историю, она слишком длинная. Главное, что я хочу сказать, слушайте голос Бога. Важно также не только уметь слышать Его, но и быть послушным. Посмотрите на апостолов. Они много слышали голос Бога, но им понадобилось время, чтобы научиться повиноваться Ему для исполнения своего призвания и служения Богу. Итак, чтобы быть сводимыми Духом Святым, чтобы быть детьми Божьими, нам нужно принимать и те моменты, когда Ему что-то не нравится, когда Он недоволен и не согласен. Моменты, когда нам нужно покаяться и измениться, чтобы преображать себя в Его образ. И тогда Святой Дух произведет свою работу в вас, если вы согласитесь, если вы позволите Ему прикоснуться к вам и изменить вас. Вот что означает быть сводимым Святым Духом, позволить Ему сделать из нас человека по сердцу Бога. И, конечно, мы должны следовать за Ним и следовать из любви. Иди за Иисусом из любви, а не по обязанности. Мы идем за Ним, как дети, идут за Отцом, Которого любят. Наш завет основан на любви. А хотите ли вы жить так? Позвольте Ему вести вас. И прямо сейчас пригласите Духа Святого в вашу жизнь и позвольте Ему менять ее. Будьте терпеливы и послушны. Уверяю вас, вы не разочаруетесь, прислушиваетесь и выбираете между своими желаниями и волей Божией. Вы также должны доверять Богу и идти, просто не зная, куда идете, как Авраам. Идите в послушание и смирение. Прежде всего, живите, взявитесь с Богом, и тогда эти слова будут про вас. Все в один и Духом Божиим, суть сын Божиим. Да благословит вас Господь, и спасибо, что были с нами. Субтитры подогнал «Симон»!